Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Всечестной Отец Венедикт, дорогие отцы, братья и сёстры! 4 сентября Русская Православная Церковь чтит память Исаакия Оптинского. 23 октября 2013 года Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил чин Великого Освящения в Веденского собора Оптиной пустыни. С особым чувством я посещаю Оптинскую пустынь. И взирая на эти исторические, из-за обвения и праха возрожденные храмы и монастырские постройки, мыслью стремляюсь к тем годам, когда Оптина сияла своей духовной славой. Оптина пустынь была светочем духовной жизни. Сюда наши мыслители приходили для того, чтобы соприкоснуться с реальным духовным опытом жизни оптинских монахов, чтобы в свете этого опыта оценить свои взгляды и убеждения. Одно дело мысль, а другое дело жизнь. Мысль без дела не имеет ценности. Только тогда, когда мысль добрая осуществляется в реальной жизни людей, вот тогда эта мысль имеет ценность. И наши великие мыслители это хорошо понимали и устремлялись сюда, чтобы из разговоров с теми, кто на личном своем опыте понял, что означают те ценности, которые пребывали в мыслях наших соотечественников в то время, ответить себе на главный вопрос, а что нужно сделать, чтобы самые высокие идеалы могли быть осуществлены в реальной жизни людей. После тех замечательных лет расцвета Оптины в нашей стране наступил хаос, гражданский конфликт, взаимные истребления, страдания и скорби. И как замечательно, что Оптина в то время, в которое благословил ей Господь, вновь возродилась. Это налагает огромную ответственность на всех, кто здесь живет и трудится. С Оптиной были связаны самые великие духовные страницы жизни нашего народа в веке XIX и в начале века XX. И потому многие люди устремляются сюда только потому, что монастырь этот называется «Оптиной пустынью», зная его великая история. Какова же ответственность на всех тех, кто сегодня здесь живет, кто сегодня здесь спасается, кто сегодня здесь насыщает свой ум и свое сердце божественными словами. В опыте оптинских старцев не было ничего невероятного, неожиданного, не экстраординарного. В опыте оптинских старцев не было никакого эмоционального надрыва, никакой духовной истерики. Все было спокойно, мирно, все возрастало в сердцах их естественно, в том числе естественно возрастала их близость к Богу. В сегодняшнем апостольском чтении, которое полагается всякий раз, когда мы вспоминаем память преподобных отцов, апостол Павел учит нас тому, что есть дар Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Такие простые, ясные слова. Апостол говорит, что на таковых тех, кто стяжал эти добродетели, нет закона. А что означает, что над кем-то нет закона? Это означает, что над ним нет суда. И как эти слова апостола пересекаются со словами иными, что эти люди на суд не придут, но придут от смерти к жизни. Никакого суда над теми, кто стяжал эти духовные добродетели, не будет. Умирает человек и переходит от смерти к вечной жизни. если мы захотим с вами воспитывать в себе любовь, радость, мир, долкотерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание, если мы поставим перед собой задачу, вот сегодня я воспитываю в себе любовь, а завтра радость, а послезавтра милосердие и так далее, то ничего не получится. Невозможно по отдельности воспитать в себе эти дары Святаго Духа. Можно только целостностью своей жизни. И вот возникает вопрос, а может быть и в духовной жизни есть что-то одно, а не множество другого, иного, что способно воспитать в нас все эти добродетели одновременно. И ответ на этот вопрос такой есть. Есть такая добродетель. Святой Ефрем Сирин говорит, Господи, если мы постоянно предачами Твоими пребываем, то от нас изгоняется всякий грех. Вот это пребывание пред лицом Божиим, постоянное памятование, как говорит Златоуст, является самой величайшей добродетелью. Памятование, постоянное памятование о Боге. Наверное, люди и уходят из светской жизни, из мирской жизни в монастырь для того, чтобы, сознавая того или не сознавая, иметь эту возможность постоянно памятовать о Боге, предстоять пред Его очами. Потому что в мире это трудно. Огромное количество соблазнов, проблем, конфликтов, задач профессиональных заставляют отвлекать сознание. И нередко люди в лучшем случае о Боге вспоминают раз в неделю, когда приходят в воскресный день на службу, а иногда и раз в неделю не вспоминают, а только тогда, когда какое-то горе посетит или какие-то стесненные обстоятельства возникнут. Вот тогда человек открыт ко всем соблазнам мира, потому что как бы в Бога верит, а Бог в его жизни не присутствует. Мы изгоняем из себя всякое искушение греха и способны обрести все эти апостольские добродетели тогда, когда постоянно памятуем о Боге. Святой Игнатий Бринчанинов, размышляя о том, что означает памятование о Боге, говорит, что оно начинается с регулярного, постоянного и вдумчивого чтения Священного Писания Святых Отцов, когда человек каждый день погружает себя в эту благодатную стихию Божественного Откровения, когда он слышит голос Божий, а это уже очень много, от слышания голоса Божия незримо можно перейти и к видению Бога сердцем своим, как это было в жизни святых оптинских старцев, которые несомненно были этими сердечными боговицами. Конечно, очень важно также по учению Святаго Игнатия Бринчанинова читать Святых Отцов. Я бы добавил еще к этому важность совершения постоянной молитвы. Мне вчера отец на месте рассказал о том, что многие из братьев здесь более тысячи раз в день совершают Иисусову молитву. Я порадовался этому. Что означает эта постоянная молитва? Это и есть разворот ума и сердца к Богу. это и есть постоянное памятование о Боге. Если мы о Боге помним, то наше сердце пребывает в любви, в радости, в мире. Мы способны на долготерпение и на благость. Мы становимся кроткими, людьми, что как же гордиться пред лицом Божиим? Мы становимся людьми глубокой веры, потому что молитва и пребывание пред лицом Божиим связывают нас с ним тесной, глубинной связью. Монастыри, собственно говоря, и должны иметь своей главной задачей помощь каждому, кто приходит сюда, в том, чтобы обрести это памятование о Боге, предстояние Богу. И верю, что этот духовный опыт Оптинской пустыни сегодня в Отечестве нашем востребован не менее, чем в веке 19-м. И дай Бог, чтобы при общении людей к духовному опыту Оптиной помогло им избежать тех страшных ошибок и заблуждений и соблазнов, которые привели к крушению страны нашей и к гонениям на веру. Надеюсь, что пройденный нашим народом опыт и духовное жертвенное служение иночествующих помогут избежать в будущем всяких соблазнов и скорбей. Аминь. С праздником поздравляю вас, сердечко! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok